здравствуйте друзья сегодня с утречка вот опубликовали новости интересные значит новость эта пришла от сенсус бюро то есть как бы можно сказать центральное статистическое управление как вот в ссср было цсу ссср вот такое и опубликовали они данные по медиан хаус холд инком да такой хаус холд инком соединенных штатах то есть доход на семью такой медианы я знаю как по-русски сказать но вот будем так говорить медианный не средний арифметический а вот такой вот эта точка делит всех на 50 напополам до 50 процентов ниже 50 процентов выше вот вот такая точка и вырос вырос медианный доход американской семьи с 2014 года до 2015 вот за значит за год вырос причем вырос так неплохо на 5 с лишним процентов как вы понимаете нужно нужно некоторое время чтобы статистику так сказать свести до кучи там усреднить обсчитать и так далее тем более люди свои доходы рапортуют там день до 15 апреля соответственно нужно время там это принять пропустить систему завести ну и тогда поэтому вот только только сейчас вот можно сказать в начале сентября 16 года у них появились данные за 15 хорошо вот они появились до этого момента последние данные которыми оперировали были данные за 2014 год 8 сейчас 16 а мы оперируем данные за 14 и не то что мы оперируем оперируем этими данными но ими оперирует конкретно господин трамп президентской кампании со словами вот посмотрите до чего мы докатились там зарплаты не растут и и если мы в целом посмотрим на историю зарплатами то с вот этим медианным доходом значит получается такая вещь что пик был где-то в девяносто девятом году в девяносто девятом почему потому что безработица тогда была какая-то совершенно микроскопическая там я специально не проверял лучше помскать но по воспоминаниям что-нибудь там 2 и 2 процента вот такого плана и конечно когда безработица 5 процентов или 2 и 2 это сказывается существенно это было время интернет бума вообще все и все кипело и вот было чуть побольше но на сегодня значит у нас за пятнадцатый год сори за пятнадцатый год это получилось пятьдесят шесть тысяч с копейками и это как бы не то чтобы это кого-то переубедит сильно в избирательные гонки там за того кандидата или за этого но во всяком случае это то что называется talking point да то есть вот о чем поговорить у них есть то есть они они все время об этом говорили то есть клинтон надо было доказывать что все не так плохо а трамп тыкал вот и говорил видите до чего нас довели значит эти самые демократы и либерасты и вот значит до такого ну и там еще одна циферка есть интересная это уровень бедности вот есть некоторый доход количественный который определяет уровень бедности пороговую величину уровня бедности и уровень бедности между четырнадцатым и пятнадцатым годом снизился на процентик с небольшим там одна и одна десятая процента читал я точно там не 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 укладывается в голове 14 копеечка эти стала 13 копеечка вот вот примерно так и что тоже на самом деле неплохо и я думаю что когда подведут итоги 2016 года вот этого президентского окажется что еще подросло потому что между пятнадцатым и шестнадцатым безработица снизилась кстати более того зарплаты так потихонечку они как бы не растут но потихонечку все-таки есть есть некоторые такая движуха тоже поэтому поскольку мы сегодня уже достигли состояния то что они называют full employment вот эти пять процентов 4 и 9 безработицы фидерал резервбэнк оценивает как full employment в том смысле что нет больше людей чтобы их нанимать то есть вот эти вот 4 и 9 как бы меньше меньше и не должно быть кроме того в связи с этим вот с текущим состоянием экономики очень много народу сейчас ищет работу поэтому или там между работами это тоже сказывается на уровне безработица некоторые уходят с одной чтобы пойти на другую поэтому как то вот так получается ешь не знаю в общем в условиях когда full employment полная занятость значит зарплаты растут и начальники всякие жалуются что людей нанять не могут в лунберге вот тут пишут что нужные люди попросить на издание а ты не пробовал больше платить вот как бы да уже такие пошли мне независимо от конкретной статистики давно есть и слава богу я я как бы пост фиксирую факт вам рассказывают но я вот что вспоминаю что когда выбирают там чего-нибудь президента какого-нибудь например выбирают и смотрят чего у нас нынче а потом когда президент заступает на должность там такое начинается что уже не имеет никакого значения чего было нынче вот когда обама например со своим чень чень там ходил вот а там он еще и заступить на должность не успел а уже бабок нету уже кризис уже все дела и он вместо того чтобы свои замечательные планы внедрять которые требуют много денег да оказался в ситуации когда удвоил государственный долг вот чтобы как-то вот значит сгладить последствия финансового кризиса аналогично было с президентом бушем вот вторым не первым он стал президентом на на исходе клинтоновской экономики то есть клинтон как бы его президент считается очень успешным потому что он пришел когда папа буш первый не то что папа буш завел экономику в рецессию это не это не так нельзя сказать но она была при нем вот и клинтон как бы вывел страну из рецессии вот так же как обама дали ему нобелевскую премию за то что он вот афроамериканец 1 а он еще там на должность не заступил вот так же клинтон по факту своего избрания какую-то надежду родил и экономика пошла вверх он еще заступить не успел экономику уже пошла вверх вот как то так получилось то есть фактом избрания повлиял и дальше уже цикл до развернулся значит вместо там падения и замедления она пошла вверх и получилось что клинтон но просто уже я не знаю там чего какой успешный президент экономически и вот значит дальше побеждает буш и тут значит опять фаза у нас меняется и значит от от папе к сынку перепадает очередной спад ну так мало того что спад там же еще и одиннадцатый сентября там со всеми этими делами там тут война там война вообще страшное дело поэтому к чему я говорю что вроде обсуждают обсуждают потом человек приходит вот и чтоб только не сглазить а то я сейчас тут наговорю понимаешь а потом придет президент и и все это самое вот какой обама не обама трамп какой-нибудь придет вот и все все плохо было плохо было тоже чень чень придет и так все жарнется от одного факта его избрания пойти тоже может так оказаться таким харизматичным таким влияющим на экономику одним фактом своего избрания только это уже теперь республиканец тогда получится но будем надеяться что до этого не дойдет вот такие у нас значит дела так что если вот вы там вчера все интересовался народ вопросом здоровья хилл и реквендов я не думаю что народ интересовался это конечно к народу мало отношениями это средства массовой информации знаете когда я был еще школьником советская пресса издевалась над западной что вот там им сенсацию подавай и вот была такая карикатура что мальчик газетчик с газетой там на углу размахивает газеты и кричит сегодня сенсация нет никаких сенсаций вот поэтому просто и сенсации подавай кликов подавай скандалов там страшилок и так далее кстати буквально несколько дней назад я можно сказать шутя вам рассказывал о том что вдруг неожиданно оказалось что в соединенных штатах значит какой-то перебор нефти вот запасы такие-то чудовищные запасы оказывается никто не знал нефть соответственно упала прошла неделя и оказалось что и вдруг начали кричать что в стране чудовищно не хватает этих самых запасов что как-то их перерасходовали а никто не знал соответственно нефть подскакивает проходит еще пару дней и говорят да нет говорят запасов там сколько хочешь там этих запасов и опять нефть значит падает я просто к чему говорю как вот всякое даже не хочется слов никаких хороших нет а плохие не говорю в общем вот это вот как она влияет на жизнь людей на бабки и у меня абсолютное убеждение что они как-то сознательно манипулируют потому что там пару долларов выше пал пару долларов ниже это чудовищные деньги в карман тех кто опционами торгует вот если мы заказали повышение или понижение вы себе не писать какие там деньги но но это я так все чисто предположительно может быть просто рынок такой нервный сейчас народ такой нервический со всех сторон столько факторов риска вот тут еще и президентская компания тут еще не песо понимаешь мексиканский тут еще это англия со своим брэкзитом может быть просто народ нервный стал они уже не спят по ночам наверное будет расти стоимость медицинских услуг для богатых так мне кажется вот наверное и все что я хотел вам сегодня рассказать в целом новость положительная да тут почему это еще важно насчет экономических показателей значит видел резервбанк все сидит и чешет репу так повышать не повышать interest rate то есть одни говорят что надо повышать что так нельзя на на игре сидеть нельзя экономика не должна другие говорят да но если мы ее грохнем будет ли лучше ну и так далее вот они вот в этих дискуссиях но они нет 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 ни с такими хохмачками как я вам рассказываю они так конкретно смотрят на индикаторы показывающие состояние экономики если они видят что экономика оживляется вот тогда они хотят значит interest rate поднять чтобы она уже не так сильно оживлялась а то инфляция будет вот они этого не хотят поэтому вот эта вот история с снижением уровня бедности особенно с повышением дохода американской семьи это очень серьезный аргумент в пользу того чтобы interest rate немножечко повышать но с другой стороны есть много таких факторов в противоположную сторону действующих вот какой баланс этого сложится мы увидим вот они в этом году еще дважды соберутся и говорят что если в сентябре не поднимут тоже в декабре наверняка до декабря еще надо дожить потому что когда они в декабре соберутся уже будет известно кто у нас президент вот дай им бог здоровья чтоб оба дожили до этого момента не заболели ничего с ними не случилось вот и видите как в каком занятном мире мы живем прям как в рулетку играем так ставки бах-бах-бах-бах и вот только люди а все остальные люди они абстрагировались и никак не участвуют вот ну а я вас развлекаю я тоже не участвую мне по большому счету пофигу но ну скажем так мини не уж не абсолютно пофигу конечно но так я я верю в систему которая не позволит там никому сильно зарваться все-таки эта система из трех ветвей власти я это система сбалансирована то есть суд есть конгресс то есть там уж так ни одна из этих веточек не может уж совсем там нахулиганить хотя конечно в сегодняшнем мире как бы подрыв доверия сам по себе это уже большая экономическая диверсия то есть если вот кому-то кому-то перестали особо доверять да то начинается отток денежки начинается соответственно снижение экономической активности рост безработицы понижение зарплат и пошло и поехало и в общем я думаю что многие из вас в тех странах где они живут периодически с этим сталкиваются так что да все значит мы на этом с вами сегодня прощаемся счастливо